Точный диагноз за несколько минут. Когда состояние здоровья животного вызывает серьезные опасения и на диагностику просто нет времени, на помощь приходит компьютерная диагностика. Об уникальности медицинского оборудования в нашем следующем сюжете. Компьютерная диагностика в ветеринарии обладает высокой чувствительностью к большому количеству патологий, в частности в неврологии. При этом занимает мало времени и животное находится под анестезией меньше, чем, например, при магнитно-резонансной томографии. В каких случаях вашему питомцу понадобится такого рода помощь, рассказала ветеринар. С помощью компьютерной томографии мы можем диагностировать патологии нервной системы, как центральной, так и периферической. Патологиям центральной нервной системы, которую мы можем диагностировать при помощи компьютерной томографии, относится новообразование головного мозга, также это кровоизлияние в Головной мозг, также мы можем диагностировать образование полостей, это различные кисты, это абсцессы. Выявив проблему с помощью КТ, специалистам гораздо легче назначить правильное лечение, вплоть до хирургического вмешательства. И тут врачи обращают внимание на факт взаимодействия с владельцем животного. Как бы это грубо не звучало, как бы это жестко не звучало, и многие владельцы просто категорически не хотят принимать эту информацию, потому что как это так, мы посадим свою любимую собачку в клетку, она же не сможет, ей же будет грустно. На самом деле это немаловажно, нельзя животному двигаться в течение определенного количества времени. Как минимум это три недели, это минимум, ему нельзя активность, нагрузки, физические какие-то упражнения. То есть собака должна сохранять покой, и покой может обеспечить только ограничение подвижности. К сожалению, в домашних условиях ограничить подвижность можно только с помощью клетки. Конечно, некоторые пациенты у меня изловчаются, они создают какие-то маленькие домики из картонок, из коробочек, из подушечек. То есть, ну, кто как, у кого какая фантазия. Но основное, конечно же, требование, главное, чтобы не двигалось. Ветеринары клиники Захаров и Фарафонтова поделились с нами и планами на ближайшее будущее. У нас в дальнейшем в планах есть малоинвазивное лечение, не медикаментозное, а оперативное, хирургическое, с помощью атероскопии. У нас сейчас будет закопаться оборудование, и будем малоинвазивно с помощью оптики заменять сустав. Если встречаются чаще всего патологии верхних дыхательных путей, кроме того, что мы там исключаем это статические процессы, мы делаем смыв бронхоальвеолярный лаваш, тоже отправляем на пассив, и уже с точностью локализации мы можем понять, что это у нас за проблемы, за патологию, за грибов. Если вашему домашнему любимцу понадобится квалифицированная помощь, телефон клиники Захаров и Фарафонтова работает круглосуточно 68 68 58. И еще одна хорошая новость. По 31 августа в клинике предоставляются скидки в 25% на кастрацию и стерилизацию животных, в том числе лапароскопическую. Ветеринарная служба Захаров и Фарафонтова – все возможное и невозможное для спасения жизни животных. Продолжение следует...